Могилевский центр творчести Эверест организовал отпочинок в летний час по разных направлениях деятельности для 1400 детей. Например, для одной из групп подлетков, которые занимаются в Эвересте, организованы палаточный лагерь. И все это параллельно с работами по подготовке установки до нового научного года. Я и веду педагогичный коллектив Центра творчести. У всех ветки с калидора у кабинета учасово разместили на лесовице. Так отбывается каждый лепень. В этом году у нас преображалась стена, потому что она была белая. Здесь у нас теперь уже красивый рисунок, танцующая девушка. Надеюсь, что нашим детям понравится, когда они в сентябре уже придут на занятия. Нелегкий труд, но это работа, как второй наш дом. Поэтому хочется, чтобы здесь было и уютно, и красиво. У каждого педагога есть своя нагрузка. К примеру, одна ставка 20 часов. Если у педагога на это время нет детей, с которыми он работал в течение года, или он не может их набрать в течение лета, они все разъехались, то эти 20 часов он отрабатывает на ремонте своего кабинета, готовит его. Если у педагога есть дети, с которыми он может заниматься, то часть часов нагрузки он занимается с детьми, а часть отдаёт ремонту. Тым часом подлетки во взросле от 14 до 18 году сбираются у поход. Девять дён у палаточных лагеря на березе Чигиринского водосховища. Спать будем в палатках в лесу, после чего мы собираем палатки, потом передвигаемся на другое место, делаем трудовой десант, опять же расставляем палатки, отдыхаем, проводим игры, мероприятия различные, и опять же передвигаемся. Это очень интересно. Чем где-то гулять на районе с друзьями, ходить тут, ну это не очень интересно, там увлекательнее намного. Палаточный лагер организованы для хлопчиков, а у Воголю центры творчества Эверест денежуют прационные лагеры и лагеры, сделанные с находжением для самых маленьких. Працуют объединения по интересах, виды асалоны. Таким чином у летний час организованы отпочинок для 1400 детей. Кристина Каранкевич, Татьяна Сергеичек, Миколай Соболев, Новина Регион.